Валентина Ананьина – советская и российская актриса театра и кино. Ее называют мастером эпизода. Лицо актрисы такое доброе и простое, знакомо миллионам телезрителей, хотя Валентина Георгиевна не снялась ни в одной главной роли. Во Вгикона поступила с первой попытки, а получив диплом пошла работать в театр-студию киноактера. Этот театр фактически является филиалом киностудии Мосфильм. Спектакли здесь почти не ставились и члены труппы в основном снимались в кино. На сегодня в активе этой талантливой актрисы более двухсот ролей. Сама Валентина считает, что ей ни разу не повезло сыграть знаменитую и звездную роль, но смириться с тем, что ей так и не досталось ни одной звездной роли Валентина смогла только уже в зрелом возрасте. В молодости актриса сильно страдала по этому поводу и даже задумывалась о смене профессии. При этом Валентина в собственном багаже имеет картины, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. «Тени исчезают в полдень», «Карнавал», «Я шагаю по Москве», «Белорусский вокзал» – это только малая часть киношедевров. После некоторого перерыва, который был в 90-х, кинематографическая биография Валентины продолжилась. Этот всплеск востребованности случился после участия ее в двух рекламных роликах. Режиссеры вспомнили про женщину и начали довольно часто приглашать в свои проекты. Крайне затруднительно найти имя мужа актрисы. О нем известно лишь то, что он был кинооператором, и актриса познакомилась с ним на съемках. Личная жизнь Валентины сложилась вполне счастливо. Пара жила в полном взаимопонимании. Только одну омрачала ее жизнь – детей не было. Последние фильмы с Валентиной вышли в 2015 году, и поклонники творчества актрисы уже успели решить, что артистка вышла на пенсию. Но актриса продолжает сниматься, несмотря на то, что ей уже за 80 лет. Например, в 2018-м она снялась в комедии танцы на высоте. А вы знали, что Валентина в молодости была такой красоткой? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!